Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео. Я хочу, чтобы это видео вы посмотрели максимально внимательно. И также я бы хотел вас попросить распространить это видео среди тех, кто играет в Американ Трак и в Евротрак Симулятор 2 и тех, кто ждет патч 1.50 в частности. Как вы сами видите по новостям, открытое бета-тестирование патча 1.50 для АТС и ИТ стартует совсем скоро. И вскорбленное кликбейтными видео западных блогеров сообщества начинает долбать разработчиков вопросами о том, а где же все-таки информация по DirectX 12 и API Vulkan, которые якобы по информации этих опять же западных кликбейтеров должны быть в патче 1.50. И вполне возможно кто-то сейчас даже встанет на защиту этих самых кликбейтеров, мол вот сам Павел Шебер на новогодней трансляции говорил, что вот-вот оно совсем скоро будет. Но по сути-то получилось так, что эти самые кликбейтеры вырвали его слова из контекста и перевернули их таким образом, чтобы собрать на этом просмотры. Хотя и со стороны выглядит, да, типа все официально, был взят отрывок с новогоднего стрима, все было рассказано, как бы все типа якобы окей. Но на самом деле это далеко не так. Эти спекуляции зашли настолько далеко, что в дело вмешался Cicel. На официальном форуме SSU Fair вы можете найти сообщение, где Cicel пишет то, что DirectX 12 не связан с изменениями в версии 1.50. И основная задача патча 1.50 будет состоять только лишь в том, чтобы не сломать то, что уже сейчас работает. И также он сказал, что они занимаются подготовкой ядра движка игры для того, чтобы в будущем в него можно было внедрить вышеупомянутый DirectX 12 и Vulkan. Для чего я записываю и выкладываю это видео? В первую очередь для того, чтобы вас немножечко отрезвить. Потому как практически на каждой трансляции ко мне в чат приходят люди и спрашивают, а правда что будет DirectX 12, а ты знаешь то, что в 1.50 будет Vulkan и DirectX 12? И на вопрос, а где ты взял эту информацию, они упоминают западных кликбейтеров. Ни в коем случае я не призываю вас бойкотировать просмотры, я не призываю вас не смотреть и дизлайкать этих ребят. Это их работа, это их дело, но ребята подходите просто к просмотру их видео максимально трезво и с холодной головой. Чтобы потом после выхода обновления вы не ломились на форум, не ломились в соцсети разработчиков и не хейтили их просто так. И да, я ни в коем случае не защищаю разработчиков, у меня самого к ним есть очень много претензий. Ну просто я не люблю несправедливости, когда вот так на ровном месте из-за кого-то на кого-то наезжают. В общем, ребят, я надеюсь, что основной посыл этого видео вы поняли, не ведитесь на кликбейты, а получайте информацию только из официальных источников разработчиков. Ну либо от моего канала в кратчайшие сроки после того, как эти новости в соцсетях разработчиков появляются. Кто-то, конечно, мне сейчас тоже может предъявить, мол, у тебя были кликбейтные видосы и так далее. Да, возможно, такие ролики были, я этого не отрицаю. Но в этих видео мне хотя бы хватает ума не называть какие-то точные даты, какие-то точные версии патчей и так далее. Я просто говорю, что скоро, а скоро, как вы знаете, это понятие растяжимое. Ну и на этом моменте, пожалуй, все, ребят. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, что посмотрели, либо послушали это видео. Поделитесь, пожалуйста, им с максимально возможным количеством игроков и любителей Американтрак и Евротрак Симулятор 2. Также я слышал, что лайк и комментарий помогают продвигать видео в рекомендации. Давайте попробуем качнуть алгоритмы Ютуба, чтобы проверить это дело. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями и до скорых встреч. До новых встреч!